Город мой Киев, в тебя нельзя не влюбиться Мой город Киев, моя столица Всех витаю! Доброго дня, дорогие зрители! Сегодня Люба будет снимать один домик, хатенку украинскую, которая стоит возле могилы Тараса Григорьевича Шевченко на Тарасовой горе в городе Канье. Я немножко хочу рассказать о предыстории и истории этого домика. Тарас Шевченко в последнее время, доживая свой век, уже очень короткий век, в 47 лет он умер, очень мечтал построить дом на Украине и жить там. Но обстоятельства складывались таким образом, что это ему так и не удалось. Эту его мечту народ украинский знал. Тараса Шевченко на Украине любили, любят и будут, наверное, во все века любить, потому что это светоч, светоч нашего народа, светоч правды исторической про наш народ. Он сказать сумел то, чего не сказали никто до него и после него не скажут, наверное, о том, что такое Украина, что такое украинский народ. Так вот, после того, как перезахоронили тело Шевченко с Санкт-Петербурга, привезли в Канье и похоронили на Чернечьей горе, на месте когда-тошнего давнего монастыря казацкого, в народе помнили о том, что Шевченко хотел построить этот дом. И начали собирать деньги для того, чтобы эту мечту его уже посмертно осуществить. Вот. В 1884 году, по-моему, был построен возле могилы домик за счет собранных в народе денег. Вот. Брат, троиродный брат Варфоломей Шевченко, брат Варфоломей Шевченко, Варфоломей Григорьевич Шевченко договорился с одним из жителей Канева, Иваном Алексеевичем Ядловским, о том, что он со своей семьей будет жить в одной половине этого домика, вот, и будет сторожить могилу и ухаживать за могилой. Домик этот был сооружен в этот год синхронно, фактически, с установлением большого чугунного креста на могилу Шевченко и, ну, и обустройством могилы, таким первым серьезным обустройством могилы. После этого в 1888 году Репин написал портрет Шевченко. В 1888 году, по-моему, последующие годы, где-то спустя, один из учителей Каневского двуклассного училища начал создавать музей. По-моему, Василий Степанович Гнилосыров, его фамилия, начал создавать такой народный музей. Туда положили первое издание Кобзаря, его начали читать, в меру зачитанности его меняли на следующее издание. И таким образом потихоньку создался в половине домика этого музей. Этот домик просуществовал, простоял. Туда приезжали многие видные люди, там был и Лесенко, композитор украинский, там многие актеры Российской империи тогдашней были. Многие видные люди приезжали помянуть Шевченко на могилу и туда заходили. Ядловский их угощал чаем, дарил им резанные сувениры, типа ложечек всяких и так дальше из дерева. Варфоломий Григорович Шевченко договорился с Иваном Алексеевичем Ядловским о том, что он будет сторожить этот домик всего 5 лет. Но вышло так, что он его сторожил почти полвека. Он даже потом свой дом построил внизу, у подножья Тарасовой горы, там его семья жила, но он большинство своего времени проводил все-таки в этом домике, и он там сторожил. Умер Иван Алексеевич Ядловский в 1933 году, очень сложный для Украины, для украинского народа год. Не знаю, от голода, потому что это были времена многих смертей, от голода или от старости, он в общем-то уже больше 80 лет ему на то время было. Умер, и он завещал себя похоронить хотя бы близко возле могилы, его похоронили там, его могилка невдалеке от могилы Тараса Шевченко и находится на верхней части, в подножье так званого урочища Великой Грушки. И таким образом этот музей просуществовал аж до 30-х годов 20-го века. Он был, демонтировал в связи с строительством вот теперешнего здания, теперешнего здания музея Тараса Шевченко на Тарасовой горе. Вот, и долгое время он не существовал. Потом на протяжении многих лет возрождалась идея возобновить этот домик, хотя бы уже на другом месте поставить как памятник того, что был этот домик. Вот, и только в 1991 году, это я рассказываю вам по данным Тананы, сотрудникам музея, такая известная у нас женщина, которая занималась этими вопросами, исследовала их. Значит, вот построили по-новому этот домик, то есть его как бы реставрировали, отстроили по-новому, по тому же образцу, там занималась группа архитекторов из Киева, и построили этот домик в таком же стиле, в таком же планировке, ну, на другом немножко месте. И вот сейчас он уже существует, с тех времен все экскурсии туда приходят, смотрят, что это было за здание, что это, что если я представил Первый народный музей Тараса Шевченко, и так дальше. Сейчас вот домик полностью отображен в стиле, в таком же типе, как строились раньше. Он под соломенной стрихой, крыша соломенная. Ну, и самая проблематичная вещь в сельских домах в то время, это была крыша. Ее делали или из соломы, или из тростника, очарету. Вот, а оно же гниет быстро, на протяжении 5-7-8-10 лет оно приходит в негодность. Вот, сельские крыши перекрывались, фактично латались, казалось, лататые крышу почти каждый год. То ветер сорвет, снопки вырвет, то дождь там затечет где-то, то еще какие-то проблемы. Вот сейчас вот уже, по-моему, второй или третий раз даже проводят перекрывание вот этой крыши. Вяжут снопки тем же образом, как раньше вязалось. Вот, Люба вам покажет вот эту вот всю процедуру и технологию укладки крыши на домах, на хатах, на старых украинских хатах, как это делалось в давние часы. Вот такая вот предыстория этого домика. Музыка Ця хата перекрывалась останній раз в 2007-му році. Перший раз будувалася в 91-му, ну, відновлювалася в 1991-му році. Ось была первая солома, потім в 2007-му еще раз перекрывали. Ну, и ось сегодня, в данный момент, перекрывают очеретом, потому что соломы, на жаль, нема, и это достаточно крупная работа. А мастера откуда у вас? Майстри у нас з Переяслава, Переяславський, не, з Переяслава, заповідник. Ну, взагалі, історично таку хату, бо така хата будувалася в 1884-му році. Стояла вона первісно неподалік від могили Шевченка. Це була хатина, приблизно на тому місці, де сучасний музей. Це була хатина-сторожа, доглядача за могилою Тараса Шевченка Івана Олексійовича Ядловського. Будувалася як хатина-сторож. Хатина розділяється на дві кімнати, на дві половини. В одній кімнаті, ось, праворуч, тоді до лісу, жив сторож разом зі своєю сім'єю. Батько-мати і дев'ятеро дітей, 11 чоловік. Це було до тих пір, поки вони не збудували свою хату під Тарасовою Грою. Вже родина жила там. Ну, Іван Ядловський був тут, на горі, виконував ту свою посильну роботу, доглядав за могилою, насаджував квіти. Зустрічав відвідувачів, які приходили на Тарасову Гору. Був дуже таким цікавим співбосідником для людей. Весь куб зараз нам на пам'ять. Взагалі, був такою досить доброзичливою людиною, щирою. Вважав, що погані люди на Тарасову Гору не приходять. Знімав шапку з голови, кланявся, зустрічав відвідувачів, які приходили. На Тарасову Гору в цій хатині пригощали. Бабуся Милашка пекла там пиріжки з зайчатини, смажили рибу. Садок ріс поряд із хатиною, тому пригощали фруктами із цього саду. Такі гостинна була родина Фоломії Шевченко. Він наймає Івана Ядловського, жителя міста Канева, за контрактом доглядати за могилою Шевченка. Ось 5 років за контрактом він доглядав за могилою. А в подальшому, а це 49 років, майже півстоліття, вже можна сказати, за покликом свого серця, за власним бажанням, він доглядав за могилою Тараса Шевченка. І тут же похоронен. В іншій половині, в одній половині хати жив, чи приходив сюди на роботу потім в подальшому, перебував у цій хатинці. А в іншій половині, в цій кімнаті було створено перший у світі народний музей Тараса Шевченка, Тарасову світлицю. По суті, в музеї зберігалися всі ті речі, які люди приносили самі на Тарасову гору. Тепер в цей современний музей, який з цієї сторони, перші експонати з цієї хати, чи? Ні, всі експонати в цій хати. А так і є в цій хати? Всі ці хати, так. Понятно. Після ремонтно-реставраційних робіт в цій хати. Так і є, так? Я вам скажу. Доброго дня! Пані Люба, вона знімає дуже цікаві репортажі, подорожує Україною не тільки. Оце вона дізналася про те, що в нас така неординарна подія, що нас тут перекривають хату суперспеціалісти. Так що ми до вас, ну як же, ми могли не привезти. Ви же вже, будь ласка, розкажіть, як це, що це. І як це робиться, да? Бачите, у вас робота вже розприділена. Один робить, другий розказує. Ні, ні, ні. Робить якраз те, що... І розказує, і робить. У нас більше 30 років є об'єкти, які хати стоять, і ніхто їх тільки чуть-чуть десь щось підробляє, тому що природні умови бувають, і вітер, і все, буває, десь щось зніме спинку, десь щось треба часом підлатати. Але вони не протікають, стоять вже по 30 з чимось років. Як це вам так вдається? Нам, ми недавно, допустимо, Женя більше займається цим, а я тільки, може, п'ятий рік, навіть, біля нього займаюся. Він мені показує, я вчуся, аналогічно ж, і працюємо разом. Як вдається, а чувство відповідальності є, тому що, якщо не зробиш так, як потрібно, то воно буде так, як оце зроблено було. Потікло за 10 років, і мусимо переробляти. Дуже багато тут нюансів, що треба їх соблюдати і передбачити навіть, тому що все може бути, десь слой потоншав, десь ще щось треба соблюдати, постійно один слой, щоб пішов, як слой йде, то воно і рівненько вигляд має. А ви мені покажете німножко, як процес, какой-нибудь? Ну, Женя покаже вам, без проблем, як ми потихеньку не стрижем, бо всі думають, що це воно підстрижемо. Воно не стрижеться. Не стрижеться? Ні, воно підбивається методом підбивання. І воно при підбиванні уплотняється, самоуплотняється. І тоді не протікає, не затікає. Ну, практично ми можемо показати, зараз ми передінемся. Давайте, давайте. Покажемо, як ми це робимо. Якщо можна, звісно. Ну, а черед, хто збирає цей черед? Ну, солому. Якщо взяти на музей, ми, працівники музею, їдемо, його косим, і привозимо, розчісуємо кулі, вибираємо з нього. Попадається ж і осока, і всякі рослини. Тому що черед не тільки на воді росте, він і на полях росте. Там, де є волога, він собі росте. Ну, видно, там колись болота були, скоріше. А це не важливо, де збирати, на болотах? Не важливо. Важно те, щоб він був від одного року, щоб він був тонкий. Тому що очеред отакої структури, він не дуже важний. Тож я відложив, тому що хай бачать, що ми його не маємо правостей. Толстий виходить, так? Так. Очеред вибирається отакої структури, називається, як житечко. Береться очеред однорічний. Он, по-перше, и недолгий, и тоненькие самые бодилинки в нём. А почему нельзя толстый брать? Потому что это плотнее сбивается на крышке, как мы привязываем и подбиваем, оно имеет плотнее слой, чем вот это. Ну возьмите вот этот жмут, 10, вот такой взяти, того черета и того. Того будет, допустим, 30 бодилинок, а этого будет 60. А, поэтому он плотнее будет, и тогда вода нибудь просит. Вы же видите, как он плотненько, а если вот этот, вот так мы подбиваем, вот так, как он подбивает, и вот этот будет, вы понимаете, что между ним оно же будет протекать. Протекать просто будет. Берется черета такого, такой струкции. Тоненький. Видите, оно плотненько забивается, и будет всё красиво. Понятно. Так что сейчас мы пока. Хорошо, спасибо. Чекаю. Такая разница в том, что раньше перевесло ввязали, а так как зараз никто... Что такое перевесло? Что такое перевесло? Это с осоки, або с рогозой, которая есть в очереди. Брали и скручивали, как верьевка. Ага, вот такая. А колеса тут, как солома, то прямо из соломы, бачите, оно было вот так уплутывалось и увязывалось ним. При высыхании, когда оно зеленое, оно увязывалось, при высыхании оно затягивалось и держалось. Ааа, понятно. Проводочка 3 мм с толщиной. Мы его увязываем и подбиваем. Вот весь инструмент. Вот это такой инструмент. Ха-ха-ха. Надо будет ближе показать ему. При помощи такого инструмента... Это ваш весь инструмент. Вот это называется бийочка, с помощью которой он его все подбивает. Скажите, как бийочка? Бийочка. А, бийочка. Подбивать. От слова подбивать. Ааа, я поняла. Подбивать. Сейчас будете подбивать. Да, сейчас мы покажем. Вы можете вот так встать и вам будет видно, как мы подаем, как мы увязываем. Добрый, давайте. Отлично, давайте. А, так вы вот так вот... Сейчас я поближе покажу. Вы кладете сначала этот сноп, да? Мы сейчас вам покажем. Ааа, все, отлично. Здесь новый ряд. Вы увидите, как мы видим. Есть такой инструмент, как тежка. Это инструмент? Ну, на букву Т, то мы и тежкою называем. Тежка? Тежка. Ну, мы так между собой называем тежка. Тежка маленькая, маленькая, он еще есть. А для чего эта тежка? Маленькая для подбивки. Ага. Маленькая для того, чтобы он как разложить, чтобы он не полз до низу. Ага. Ему же надо его разложить. А, да, 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 да. Чтобы он вниз не полз, понятно. Да, ну держи. Мне с этого ракурса не удобно подавать. Когда он держит. Третий? Четвертый. И вот вы, когда начинаете, за сколько дней вот такую хату вы перекрываете? Сух по-разному. Ну, если, например, дождя нет. Сухая погода. И в зависимости от сложности. Если есть вот такое, то оно дольше трохи затягивается на тиждень, а то и на больше. Ага. Полтора месяца. Полтора месяца. Давай еще одного есть. На перекрытие хату. Не быстрый труд, это не кусок. Потому что оно не поженешь из-за того, что, не дай Бог. Это вручную, это руками. Ага, понятно. У нас, как обычно, больше людей этим занимаются. А так как у нас двоих, то все. Ага. А больше это где, в отпуске все? Ну, да. Что, что? Не, ну больше, не больше. Это все одно один. Ну, смотрите. Если он там наверху, то мне нужно по дробине вылазить. И я здесь не закину для него сюда куль. Если я и закину, то он рассыпнет. То у нас один седает наверху. Я ему и методом передавания. Ну, сейчас он его там разложит. А тогда я забираю тежку, он подъедет. И ряд за рядом, ряд за рядом. Вот так по три кулики на каждый ряд. Воно через что и долго. А как эта профессия называется? Кровельщик. Покривельник. А, покривельник. Солома покривельник. А где вы там учились? На работе. Никто не учил. Не учил? Ну, открыл, увидел, как оно лежало и начинает скрыть. Видел, как дяди делали. Женя видел, я не видел. А, так ваш дедушка тоже работал на такой работе? Нет. Другие дяди. А, просто на работе были такие... На работу пришел молодым зеленым. Поставили подавать, рубать. Могу наблюдали, как оно делается. Просто... Я поняла, поняла. Как любая работа. Да, да, да. Бабуна учила нам что-то делать снопи, ну там, каким-то наховая им было, нужно, знаю, но вона... Не знаю. Вас учили тоже, да? Бабуня учила делать, перевезли, ведет снопи, только из... О, бачу, уже у нас есть коллега, я хочу вам помогать. Снопи вязать, вязать. Повторить только, как правильно вязать, а так, в принципе... Сам процесс знаю. Сам процесс знаю, процедуру. Давайте тогда. Можете делиться, что он с ним будет дальше делать. Так, хорошо. Вот тежка вам не даст, вона не спляна, вы не побачите. Что, беру? Мы, я пробую, мы одним слоем тянем полу. И что? Вот так подбиваете, да? Вот так до верхнего. У всех пытаются, что зубы... А то есть вы вот так верхний оставляете, а как лесенка, да, бьете? Ну, она должна быть не лесенка, она должна быть... Не, у нас не вручение в нас есть, я тут так и набиваю. Ага. Типа монолитом, субсильным. Ага. Лесенкой не надо делать, надо чтобы... А как вы будете знать, что туда вода не будет протекать? А мы уже посмотрим, что протекает. А как? Мы уже вылезаем, светуем, дивим. А, понятно. Я думала, это если здесь где-то солому так пропустите и оттуда будет вода затекать. Мы же делаем не для того, чтобы она проехала. Мы делаем для того, чтобы она стояла. Ага. А там еще очень мне понравилось, вот как она, как церковь, там рушники, рушники. Мне прияслов Хмельницкий очень понравился. Там город-музей, там 26 музеев по-моему по всему городу. Я была в шоке, конечно, это первый город. Да, да. Я вот была поражена, что именно 26 музеев в одном маленьком городе. Вот таким способом получается все, что получается. Не знаю, как, хорошо, не хорошо. Отсюда хорошо смотрится. А вот трубу вы вот так оставляете, да? Нет. А что вы с трубой будете делать? Будет ложиться спина. А мы шеем не едем. Что будет? Будет ложиться спина. Называется спина, конек. А конек будет? Да. Рубляки, это не так, это нас, я вам скажу. Да. И это вот когда первоначально, раньше делали, они так же самое работали? Да. Ага. Нет. Правильно. Таким же методом, да? А вот следующую вязку, когда вы будете ложить, следующую вязку, то как вы ее зацепляете друг за друга? А вот так. А вот так. Эту проволоку вы за вот эти деревья, деревянные балки зацепляете, да? Так вы сначала их прицепляете палком так, так, да? Да. Я вот не понимаю, вот вижу какие-то торчат там железки. А покажите вот эту железку. Ага. 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 Алюминиевая проволока. А так берется и зацепляется. Таким образом. А клееночку? Раньше вот клеенки не было, то что? Закрываем дверочку и подошли. А, я поняла. А, то есть нет внизу даже клеенки? Да. А-а-а. Это просто, что дверка открыта крешет, чтобы не замокла там, а клеенки нет. Я поняла. Это клеенки, это натурально. А вот это мох получается, уже за столько лет мох начал расти, да? Так-так красиво было. Красиво. Полуставилось и на очереди. Ага. Вот так убирается мох. Это хата Гончара. А вот, отлично видно. Вот-вот-вот. Видите, это называется спина по-народному. Спина? Ну спина, скажем, мы так. А что это? Там, где крыша? Ну да. Видите, тут он накладается за чай. А-а-а. Это называется спина. Понятно. Ну дужа. Интересная у вас очень работа. Там проволока, берите, аккуратно будет. Ага. Да-да-да, здесь вот хатынка. Вот так. Сейчас все убрали, но когда будет уже все здесь сделано, снова экспонаты занесут. Когда здесь сделают ремонт, я приду и специально для вас поснимаю. А сейчас вот здесь такой интересный исторический момент, когда она пустая. Вы редко когда такое увидите. Домик Ядловского в пустом виде. А Лариса вот сегодня моим гидом была тоже. Так. Покажите. Вас так учили. Бабушка учила, да? Колотка. Колином до колотки снопа прижала. И вот так раз, 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 раз. Ага. Это перевесла. Да, называется перевесла. Перевесла. Ага. Вот так, да. Спочатку сплила. Треба было нажать. Мне интересно, что я только брала, осоку брала в руки, у меня сразу порезали на руках. А бабушка, вона, я не знаю, чи в ней таки були долоні тверді, в ней не было порез. Долоні в них були до роботи привык. Да. Это точно. И сколько это вам было лет тогда? Мне, я знаю, роков 14 мабуть, 12, может, маленькая еще была. И вот так вот учили, и потом эти, например, куда одевали? Я не знаю, где бабуня одевала. Ага. А, не знаю, чего складали. Они, когда жали пшеницу, ее складали в такие копички, а потом молотили. А что там уже дальше? Ну, мабуть, уже зерно рубили потом. Ну да. Я уже так. Дальше не знаю. Дальше не задавалась. Десь на это обсуждалась. Все. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Вам удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok